В мае 23-го года компания Asus впервые представила свою первую портативную консоль Rock Li. А обзор у меня выходит на неё только сейчас. Актуал очка подъехала. Угу. Сука, те, кто несколько лет подряд мне советовали сбрить усы, вы будете гореть в аду за это, понятно? Ну, вот какая разница? Ну, вот какая разница? Не то, чтобы меня прям сильно волновала тема портативного гейминга, многие, в принципе, и так знают, что я к нему отношусь достаточно холодно, почти так же, как и к представителям женского пола, ладно, не настолько. Однако сие творение у меня действительно вызывало такой немаленький интерес, тем более если учесть то, что в прошлом году я обозревал Steam Deck, а там говном я помарался, скажу вам знатно. Ну ладно, сейчас нас пока не об этом, к этому мы ещё вернёмся. Полгода мне понадобилось, чтобы заполучить эту приблуду. Я её получил, разумеется, не без помощи моих хороших друзей из Бойлинг Машин, вы, возможно, их даже знаете, ребята занимаются сборками и апгрейдами ПК, причём также на комплектующих от Asus, а за подгон, пускай и временный, от меня респект и уважение. Портативный гейминг. Согласитесь, то, что в последнее время весьма хайповая тема, куда смотрят, если не все, то, ну как минимум, каждая вторая, третья крупная фирма, специализирующаяся на ПК-гейминге. Не то, чтобы никому не нужно было это раньше, раньше на всё про всё особо не хватало перспектив, особенно после выхода того же Nintendo Switch. То, что я сейчас скажу, у некоторых после такого определённо выскочит пламя из ануса, но Nintendo пока что единственная на планете компания, которая в должной мере смогла реализовать потенциал текущего портативного гейминга. Вот хоть жопами тресните, но правды это не отменят. У консоли гигантская библиотека игр, Switch имеет меняемые габариты, он добротно держит заряд даже в относительно жирных проектах с открытыми мирами, а это минимум три часа, в играх попроще может быть целых пять. Ну да, определённо кто-то скажет, что там плохая графика, всё мыльное, работает бомжатские 30 фпс, вот недавно выходил Hogwarts Legacy, это что, по-твоему, нормально для портативного гейминга? Ну, начнём с того, что нормально это или нет, тут вопрос нужно задавать конкретно издателю и разработчикам. А вообще, лично для меня было большим удивлением, то что эта игра запустилась хотя бы так, учитывая то, что на рынке эта консоль существует уже целых шесть лет, а в следующем году выходит новое поколение. Вдумайтесь, пока общественность до сих пор воняет с того, какая Nintendo плохая и бесполезная, сколько ей пророчили провал за херовый потенциал, что она не протянет больше двух-трёх лет, она прошла почти целое полноценное поколение, и к тому же продалась тиражом в 132 миллиона экземпляров. Ну, нихуя себе бесполезная консоль, сказки мне тут рассказывайте. Ой, ну короче, всё понятно, очередной Nintendo бой, фанатик Марио и Зельда, а ничего, что на твои охереть, какой успешной консоли игры столь по 5 и более тысяч рублей, а с появлением санкций россиянам вообще нахуй прикрыли ешоп, да причём так, что даже ранее купленные игры стало невозможно скачать. Ну, насчёт последнего не согласиться будет трудно, это и вправду самое натуральное японское свинство. Ладно, невозможность покупки, это ещё как бы всё объяснимо, но в остальном да, то, что это идиотизм я поддерживаю полностью, хоть там, в принципе, и есть обходной путь как смена региона, но, тем не менее. Во-вторых, схрена ли вы вообще решили, что я фанат Nintendo? У меня, отродясь, ни одной их консоли не было в личном пользовании, не считая того, что Switch мне пару раз одалживали на время. Да, это правда, но в отличие от остальных, я рассуждаю не фанатично, а хотя бы привожу факты, ну и личное мнение, само собой, а извините меня, личное мнение на то и личное, оно не обязано считаться с вашим. Игры, дорогие, ну, тут уж извините, консольный гейминг так-то никогда не был дешёвым удовольствием, ни на Switch, а уж тем более на остальных консолях, хотя, стоп-стоп-стоп-стоп, тут я малость погорячился, одно местечко, где можно взять игры подешевле и легко, я, пожалуй, знаю. Subgame. Современный, быстрый, а главное, надёжный сервис по покупке консольных игр в нажито с вами непростое время, тем более, что сейчас у них скидки до 50% на весь ассортимент, а таких низких цен у Subgame ещё не было никогда. Доступные цены — это лишь часть преимуществ сервиса, приобретая игры здесь, ты получаешь пожизненную гарантию, если с вашим аккаунтом вдруг что-то приключится, а если кто не знает, то Subgame — это сервис, принадлежащий магазину X-Site, а те, в свою очередь, специализируются на продаже консольных аксессуаров. Фирма официально зарегистрированная более 10 лет, работает с банками, а потому предлагает официальную оплату с предоставлением всех необходимых чеков. Покупать можно как игры, так и подписки, и не столь давно появилась возможность приобретать игровую валюту для популярных игр, и как бонус можно купить карточки пополнения на Nintendo, так и на Steam для турецких аккаунтов, но самый сок — это удобство самих услуг. Вы кидаете в корзину нужные вам игры, указываете все необходимые данные, включая и почту, куда придёт заказанный логин и пароль, оплачиваете, и в течение часа, а на практике меньше, чем за 20 минут, вы получаете данные для входа в ваш аккаунт, а если в будущем вы захотите воспользоваться услугой повторно, просто укажите, что вы хотите купить игру на тот же самый аккаунт. Магазин надёжно хранит все ваши данные, создавая аккаунты, они используют выделенный почтовый хостинг, а не общедоступный, а это гораздо безопаснее и, главное, удобно для совершения повторных покупок. На уже созданном аккаунте заказ исполняется быстрее. Сезонные скидки, особенно до 50%, это, конечно, очень круто, но есть ещё одно предложение, которое будет действовать бессрочно. Переходите по моей ссылке в описании, сделайте заказ и на счету аккаунта магазина вы получите 500 бонусных рублей, которые можно потратить на последующие покупки. Бонусами можно оплатить до 100% стоимости товара. Более того, вы сможете получать эти бонусы за каждого друга, которого приведёте, дав свою реферальную ссылку. После первой покупки друга он получит 500 рублей на баланс, а вы получите 500 рублей плюс вечную скидку в 2%. И чем больше друзей вы приведёте, тем больше будет скидка. Subgame — это довольно дорогой проект, который требовал больших вложений, из-за чего цены у них были не самые дешёвые. Сегодня проект полностью себя окупил, благодаря чему Subgame опустил цены до уровня обычных групп БК или Телеграма, при этом сохранив все свои преимущества. Ссылка будет в описании, ну а мы двигаемся дальше. База любого обзора, как обычно, начинается, правильно, с распаковки. Упаковано Rock Alive в довольно стильную и приятную упаковку. Что-что, распаковывать товары от Asus, тем более премиального сегмента, это всегда приятно, в этом плане планку они держат достойно. Ну а вот что касаемо комплектации, тут чё-то как-то мало жиденькое. По порядку, сама виновница торжества, портативка, провод для подзарядки на 65 ВАЗ с разъёмом Type-C, и вот такая подставка под само устройство будет удобна, когда, допустим, нужно поставить консоль на зарядку. Нюанс только в том, что она, она, чёрт возьми, картонная. Не, я, конечно, понимаю то, что у нас в последнее время мир конкретно ебанулся. На экологии, на березлагаемых материалах, что как бы ещё и не так плохо, ну, по крайней мере, там, где это реально к месту. Ну, блин, картонная подставка, вы серьёзно? Однако, справедливости ради, картон тут довольно толстый, консоль на ней стоит довольно уверенно, плюс даже присутствует соответствующий фирменный дизайн, но лучше бы за место него сделали бы чехол, да хотя бы тряпичный. Консоль всё-таки с сенсорным экраном, плюс много решёток вентиляции, куда может спокойно попасть пыль или даже грязь. Мда, комплектация довольно бедненькая, впервые Asus меня тут немножко огорчили. Такое размытое вступление, оно было неспроста. Как вы, наверное, заметили, тема портативного гейминга, она довольно сильно стала набирать обороты. Появляются конкуренты, а конкуренция, как мы знаем, это двигатель прогресса. Конечно, то, что выходит сейчас, подобные продукты сложно назвать полноценными конкурентами Nintendo, потому что пока одни пытаются делать удобный сервис с большим каталогом игр, включая эксклюзивных, другие просто делают альтернативу современным ноутбукам, просто более маленьких размеров. С одной стороны, можно подумать, что всё это хайп на паразитировании Nintendo. С этим тоже сложно согласиться, ну, как будто до неё никто ничего подобного не делал, включая самих же Nintendo. Потому что создать игру под условия портативного гейминга с ограниченной графикой, возможностями и причём с нуля, это, поверьте, херня делов, так как создавая игру, ты опираешься на технические возможности устройства, а значит, можешь распоряжаться ими как тебе угодно. Другое дело, в условиях портативности нормально запустить уже имеющиеся проекты, у которых хорошая графика, повышенное разрешение. Тогда на такое не хватало мощностей в рамках мобильного сегмента, в отличие от того, что есть сейчас. Как бы сильно я недолюбливал Steam Deck, но я не буду отрицать, что это первая консоль, которая смогла более-менее удовлетворить рынок в этом плане. Имеется в виду доступность игр, ведь ты их не покупаешь повторно, если они у тебя были в Стиме, не говоря уже о том, что в портативе игры будут с лучшей графикой и повышенным фпсом. Заморочились не только с железом, но и с оболочкой. Продажи, как говорится, сделали своё, и недавно Valve выкатили обновлённую версию с олет-экраном и чуть более ёмким аккумулятором, который, ну в лучшем случае, даст плюс 15-20 минут автономности, что, честно говоря, ну вообще не серьёзно. Тем не менее, Steam Deck, каким бы он ни был, он смог в должной мере зайти публике. И очевидно, что со временем конкуренция может вырасти, потому что хайп, о котором я говорил, всё это пошло не от успеха Nintendo, а от успеха Valve, потому что то, что я сейчас держу в руках, оно вышло через полтора года после выхода Steam Deck'а, а пару месяцев назад вышла ещё одна альтернатива, но уже от Lenovo, модель Legion Go с 8, почти с 9-дюймовым экраном, весом почти целый килограмм, но при этом с абсолютно такими же характеристиками, как Rock L.I., что выглядит, ну каким-то полным абсурдом. Благо радует хотя бы то, что габариты этой консоли ощущаются не настолько убого, как у Steam Deck'а, хотя не буду отрицать, что и здесь некоторые моменты не везде были продуманы идеально. Вес этой консоли составлял 608 грамм, примерно на 60 грамм меньше, чем у конкурента. И вроде бы кажется, что разница не особо сильно большая, но, ребят, нет. Я прекрасно помню, как в руках ощущался Steam Deck. Это была не портативка, это была доска, огромная, может быть, с вполне удобным и продуманным хватом. Отрицать я этого не буду, но я вам честно говорю, что играть на нём было ну совсем неудобно. Здесь же этот момент продуман гораздо лучше. Консоль не ощущается в руках какой-то охуеть огромной, у неё, в принципе, нормальный хват. Всё отделано обычным матовым пластиком. Слава богу, что не софт-тач, и невзирая на то, что здесь присутствует асимметрия стиков, большой правый палец, он никак не скрючивается и не выгибается, о чём в противоположном ключе говорили другие обзорчики, что на самом деле выглядело каким-то надуманным бредом. Однако непонятно зачем, но Asus и тут лишний раз решили изъебнуться своей премиальностью, сделав вот такое странное дизайнерское решение в виде уголка с логотипом в нижней части рукоятки. Проблема в том, что когда ты долго держишь консоль, ну, примерно больше 30 минут, у тебя этот уголок начинает так неприятно впиваться в ладони, и это малость неприятно, не говоря уже о том, что они даже умудрились сэкономить там, где, по сути, нельзя было экономить. Например, на стиках, они тут, ну, прям совсем какие-то хлюпенькие, у них чуть выше чувствительность, ну, в плане взаимодействия. Здесь такие себе кнопки, ну, по крайней мере, XYBA триггеры и бампера, они, в принципе, нормальные. Лепестки, которых тут два, может показаться, что они неудобны из-за их размеров, но на самом деле вполне себе даже окей. И прожимаются в меру легко, чего нельзя сказать про Steam Deck, ну, по крайней мере, первых ревизий. Не знаю, может быть, потом это всё дело исправили. Эргономически они были расположены удобно, а нажимать на них, ну, не хотелось от слова совсем, потому что они были тугие. Кроме того, приятно то, что здесь есть кнопка Task Manager, хотя сделана она здесь не самым очевидным способом. Есть кнопка центра управления, куда выводятся быстрые команды, как смена яркости, громкости, вывода FPS, виртуальной клавиатуры и так далее и тому подобное. Но если эту же кнопку зажать, то как раз и открывается тот самый диспетчер задач. Полезно, если игра или приложение у вас, к примеру, зависает. В общем, 1.1. То, что неудобно было на Steam Deck, стало удобно здесь. И наоборот. Хотя, ну, говорите мне, что хотите, но габариты и хват мне больше всего нравятся в Rock Alive. По характеристикам у нас будет следующее. Может быть, кто не знал, но оказывается, Rock Alive в настоящий момент имеет две версии, однако в отличие от Steam Deck'а различаются они не объемом встроенной памяти, а характеристиками железа, конкретно процессором. В младшей версии стоит шестиядерный Ryzen Z1 с разгоном до 4.9 ГГц, во второй уже стоит восьмиядерный Ryzen Z1 Extreme с максимальной частотой в 5.1 ГГц. Именно эта версия сейчас у меня в руках. Как и в случае со Steam Deck'ом, можно обратить внимание, что железо стоит кастомное. Так-то оно да. Но за основу было взято уже существующее мобильное железо просто с небольшими допилами. Первый и второй Proc это слегка модернизированные версии Ryzen 7 7840U и Ryzen 5 7540U. И максимум, чем они отличаются от Z1, это тепловыделение. Когда обычные Proc'ы выдают от 15 до 30 Вт, в Rock Li по минималке Proc может опуститься до 9 Вт, в некоторых случаях еще ниже, до 7. А это как-никак уже весомый плюс к той же автономности, если, допустим, запущена какая-то совсем легкая в плане нагрузки игра, либо вы захотели посмотреть тот же YouTube, или просто воспользоваться виндой в портативном режиме, где как раз и всплывает первый нюанс сие творения Windows. На самом деле, это даже не сколько нюанс, а сколько необходимая мера, ввиду того, что «А что сюда что-то побери еще ставить?» А если вдруг кто-то задавался вопросом, есть ли какой-то варик накатить сюда SteamOS под предлогом лучшей энергоэффективности, ну чтоб там была полноценная консоль, а не смесь хер пойми чего, то, насколько я знаю, провернуть такую затею вполне реально, более того, так некоторые даже и делали, проблема в том, что этот процесс, он сам по себе не особо-то и простой, в случае ошибки устройство просто кирпичнется. А даже если все пройдет и гладко, то это все равно будет бессмысленно, потому что не забываем, что SteamOS в настоящий момент разрабатывался под конкретные характеристики железа, а у Steam Deck'а они другие, а это значит, что та оптимизация, что была заточена у них, она не подойдет для ROG-LI, либо устройство просто будет работать с проблемами. Плюс, учитывайте наличие некоторых кнопок, которые были привязаны к системе SteamOS, калибровки встроенного геймпада, в конце концов, оптимизация игр и температуры железа, все это может только усугубить работу ROG-LI, точно так же, как если на Steam Deck вы засунете винду, результат может быть тот же самый. Зачем же я тогда все это озвучил, раз других альтернатив у нас нет? Да дело в том, что я не понимаю, почему за столько лет, сколько существует Windows, почему до сих пор не придумали более энергоэффективную версию для ноутбуков, или же устройств наподобие тех, что мы получаем сейчас. Окей, мы наконец-то дошли до того, что есть мобильные комплектующие, которые в общих чертах стали мало чем отличаться от десктопа в плане производительности. Но мы так и не дошли до того, чтобы для них делалась конкретная оболочка, раскрывающая потенциал портативности, в данном случае портативного гейминга. То, что мы получили сейчас, это не игровые приставки, это просто те же самые ноутбуки, но более маленьких размеров. Правда, один момент Asus, разумеется, предусмотрела, а именно полноценную работу железа в условиях портативности, чего, как правило, не бывает в обычных офисных или игровых ноутбуках, потому что там, как только ты отключаешь устройство от розетки, оно, как правило, работает в полсилы. Если включаешь режим энергосбережения, комп вообще задействует около 10% мощности, если даже не меньше. Когда в ROG LI, под конкретные задачи, ты все можешь настроить сам, что бывает весьма полезно. Но это касается только железа, а не целой винды в целом, особенно, когда на фоне могут работать хуево знает сколько различных служб, которые могут быть не задействованы в игре, но они так или иначе будут сосать заряд. Другая же проблема, что очевидно, это взаимодействие с этой системой в условиях портативности. Microsoft так-то, они уже давно пытаются в адаптацию своих систем под сенсорное управление, и если говорить о том, где это реально к месту, например, полноценные ноутбуки с меняемой диагональю экрана, я не могу сказать, что это неудобно. Другой вопрос, так ли часто это нужно в ноутбуках, ну скорее нет, чем да. Все же эта тема, она согласитесь больше про планшеты. То ли дело, когда речь касается маленького экрана с диагональю в 7 дюймов. И это капец как неудобно. Мелкие иконки, далеко не самое отзывчивое взаимодействие, когда хочется что-то пролистать, например, те же самые папки, и ты случайно выбираешь ненужную. Я, сука, чуть не ебнулся, когда в таких же условиях пытался настроить банальный авторбернер для мониторинга загрузки железа, потому что там все еще более мелко. Решение этого пиздеца, конечно, есть, если попробовать изменить масштабирование интерфейса. И если в портативном режиме чем-то таким серьезным вы пользоваться не будете, но там лазить в интернете, например, то можно, в принципе, все оставить и так. Ну или на край, каждый раз подключать сюда периферию. И причем, дай бог, если она у вас вся до единого будет беспроводная, можно как бы все спокойно подконнектить по блютузу. А вот если у вас провода, тогда готовьтесь ими вешаться, глядя на цены, которые предлагают за оригинальные доки для зарядки и подключения аксессуаров. Ну это пиздец какой-то просто. Ну сколько можно? Ну это, как по мне, уже вообще выпиющая наглость. Мало того, что стоит дорого, так эта вещь еще и бесполезна и неудобна. Один порт обычного USB, один Type-C, очевидно, для зарядки, и один HDMI для вывода к монитору, что, кстати говоря, ну неплохо, так как ROG LI можно в легкую задействовать как полноценный ПК, и где винда определенно пригодится. Ну один USB порт Asus, вы там ебнулись совсем, их нужно, ну хотя бы два, в идеале вообще три. Но тем не менее, учитывая, что железо, опять же, для своих размеров, тут стоит довольно мощное, в стационарном режиме можно как и играть, так и работать, не говоря уже о том, что у портативки есть еще и третий сценарий использования. Обратите внимание вот на этот порт рядом с Type-C. Знаете, что это такое? Я тоже поначалу не знал. Оказывается, это разъем XGM для подключения внешней видеокарты от Asus. Да, именно от Asus. Сомнительно, но окей. И изначально такая затея была предназначена для ноутбуков, тем, кому, видимо, не хватало вычислительных мощностей собственного GPU, а таким макаром можно подрубить целую RTX 4090. Но, вроде как даже есть варики и попроще, с RTX 3050 Ti. К тому же, штекер одновременно подключается и к зарядке, и с внешней стороны GPU будут доступны 4 USB-порта и разъемы для мониторов. Вот эта тема довольно интересная, и как минимум объясняет, за каким чертом в эту портативку поставили проц с таким бешеным авторазгоном до 5,1 ГГц в экстрим-версии. Другой вопрос, что будет твориться с температурами в этой самой приставке, хотя уверен, что, наверное, ничего криминального быть не должно. AMD, в отличие от Intel, они куда лучше умеют в мобильное железо, нежели их конкуренты, где вот до сих пор какой проц от синих ты не ставь, если он мобильный, то под сотку градусов будет долбиться почти всегда, понятное дело в играх. Хреново только то, что задачи, для которой изначально предназначалось это устройство, ну будем говорить прямо как есть, оно не справляется, отчего плавно мы переходим к следующей проблеме, и это автономность. Я, сказать по правде, был нихуяшеньки не удивлен тому, что увидел, особенно если учесть, сколько ноутбуков прошли через мои руки. Однако, я рассчитывал на хоть какую-то оптимизацию со стороны того, кто такую вещь проектирует, а на практике выходит так, что заряд, эта штука, она держит в два раза хуже, чем в Steam Deck'е, и этому есть объяснение. Во-первых, сама винда, которая не умеет нормально в экономию заряда. Во-вторых, железо, которое мощнее, чем у ближайшего конкурента. В-третьих, это экран с разверткой в 120 Гц. Нахрен он там вообще нужен? Ну и последнее, само собой, это разрешение этого экрана, стандарта Full HD. Разрешение, которое в играх, в угоду хоть какой-то мнимой автономности, вы никогда не захотите ставить. Сказать по правде, здесь это не всегда и нужно, потому что экран все-таки маленький, 7-дюймовый, и даже в разрешении 720p все смотрится относительно нормально. Кроме того, в настройках самой консоли есть опция AMD RCR. Если проще, то это Fidelity Super Resolution, который работает в играх, которые сами его не поддерживают. И, к примеру, в Elden Ring, если выставить разрешение в 720p и убрать вообще весь антиалейзинг, картинка будет смотреться более-менее сглажена за счет сторонней поддержки. А вот лог в 30 фпс, который был бы здесь очень полезен в угоду автономности, он почему-то здесь не работает. Причем не только в Elden, а вообще везде. А вот вам для наглядности один из босс-файтов. Перед началом боя оставшийся заряд у меня составлял 65%. Стояло 720p и среднее качество. Уработал я эту суку за 3 минуты и 16 секунд, и вы сами можете посмотреть, как во время схватки заряд стремительно падает вниз. На моей памяти тестирование подобного рода происходит вообще в первый раз, когда во время игры я смотрел не на показатели фпс, не на загрузку железа, а на ебаный заряд батареи. Прошло каких-то 3 минуты, а заряд стал меньше на 7%. Думаю, вам не составит труда посчитать в уме, насколько в целом хватит заряда в этой игре, будь консоль заряжена полностью. Кто-то, конечно, скажет, ну ясен хер, игра с открытым миром, более того, относительно свежая и требовательная, так-то в портативном режиме эта консоль и не предназначена для жирных игр, тут нужны проекты попроще, типа легкие 2D-платформеры, на край какие-нибудь старые, игры, где графика будет не столь современная, следовательно, от железа будет мало что требовать. В целом, вы даже будете и правы, проблема только в том, какие бы игры вы здесь не запускали, вы не получите автономности более чем на... Хотя нет, нет, вру, запускал я прикол ради одну такую игру, Luxor, у которой системные требования, а-ля ваш комп должен, блядь, включаться, легче этой игры в плане требований, разве что только сапер или пасьянс. Я к тому же еще выставил тихий режим, это ограничение до 10 ватт, и яркость была 75%, потому что если поставить там ниже, там 50, то экран становится, ну прям совсем каким-то тусклым. Вот с этой игрой Rock L.I. смогла продержаться 1 час 8 минут. Это позор. Ну хорошо, предположим, вы захотите играть с этой штукой, но уже от провода, понятное дело дома, или в стационарном режиме, как я показывал выше, какой же потолок в этом плане, тем более в режиме максимальной производительности. Ну раз с Elden Ring'а мы начали, давайте на нем же и продолжим. В режиме максимальной производительности, само собой, и если что, последующие тесты они будут аналогичны, в разрешении Full HD и Ultra качестве, на первый взгляд, все может показаться не так уж и плохо. К примеру, как только мы выходим в открытый мир, то можно заметить, что FPS держится на отметке 30-35 FPS, что вроде бы как неплохо, но это будет неплохо до встречи с первым драконом, где FPS уже будет знатно так колбасить, и причем, как бы вы здесь не жонглировали с графикой, FPS стабильнее это не сделает. Здесь уже хотите, не хотите, а нужно опускать разрешение. Оптимальное качество, которое выделил я, это 720p, среднее качество, хотя местами можно даже поиграться, поставить что-то на высокое, например, растительность, геометрию, ну или на край тени. А еще не забываем про интегрированный FidelityFX, тогда четкость будет намного лучше. И вот в таком случае можно увидеть значительный буст производительности, вплоть до 50 FPS. Да, они будут не особо стабильны, игру очень часто будет заносить на отметку 35-40, но черт возьми, это все равно хорошо, особенно если вспомнить, как эта игра работала на Steam Deck при таких же параметрах. Консоль еле-еле вывозила планку в 30 кадров. Игра очень часто просаживалась, оно-то и понятно, видюха, что там стояла, по производительности была на уровне GTX 1050 Ti, в ROG LI это будет что-то на уровне GTX 1650. Это не прямой конкурент, но по производительности они прям максимально схожи. Плюс ко всему, у Steam Deck были шокальные температуры процессора, он часто уходил в троттлинг, и это, естественно, влияло на загрузку графического чипа. Здесь, по всей видимости, троттлинг тоже присутствует. Другой причины, почему идет недозагрузка видюхи, я не понимаю. Проблема в том, что AfterBurn, как бы я ни пытался изъебнуться, он не выводит ни частоты, ни температуры, только общую загрузку ЦП. Но я прогрел процессор в OCCT, и в среднем температура камня под нагрузкой составляли 84-87 градусов. Правда, в самом начале, в первые две минуты прогрева, доходило даже до 98, но это, видимо, из-за того, что вентиляторы еще не до конца раскрутились. Остальное же время было, ну прям, вообще стабильно. Обороты вертушек в этот момент были, естественно, максимальные, и, кстати говоря, я был поражен тем, насколько же умеренный шум они издают. Ну ладно, давайте запустим что-то более свежее, например, Lies of Pea. И перед началом я, наверное, должен, скорее всего, извиниться за то, что обзор я так, к сожалению, и не сделал, несмотря на то, что эту игру я прошел уже 4 раза, и давно выбил в ней платину. И я, честно, сам не знаю, чего мне в те моменты не хватало. Вдохновение, настроение, может быть, хуя в жопе, история об этом умалчивает. Однако, если тема вам это еще интересна, прошу, дайте знать в комментариях. А за косяк, ну, только если понять, простить, ну, что могу еще сказать. Учитывая, что Lies of Pea в плане масштабности будет очень сильно уступать анальному кольцу Бабадзаки, я изначально не видел никакого смысла заниматься какой-либо прелюдией. Сразу выставляя максимально возможное разрешение, ультра-настройки, а также интегрированные в игре FidelityFX на качество. Я, сказать по правде, ожидал увидеть что угодно, но явно не того, что игра без проблем тут будет работать на ультрах. Средний FPS очень часто держится на отметке 40, с кратковременными подъемами до 50. Просадочки, да, тоже бывают, ну, там максимум до 35, что на самом деле, ну, более чем играбельно. И если вдруг кому интересно, сколько минут с такими настройками эта игра вывезла в портативе, я отвечу примерно так же, как и в Elden, хотя, может, даже чуть подольше. Однако, учитывая, что в данном случае, если игра на ультре показывает такой шикарный результат, если, к примеру, вам бы, ну, действительно, захотелось бы в такое поиграть, ну, хотя бы там в метро, пока вы едете на работу, на учебу, при условии, что с утра вам вообще там будет где сесть, то можно опустить разрешение в игре до 720p, оставить прежнее масштабирование, спустить графику до средних, и залочить FPS до 30 кадров, и к тому же спустить TDP до 15 ватт. В таком случае вы получите в игре автономность до 57 минут. Вот прям вот чуть-чуть не хватило до часика. Вот тут я прям удивился. И игра выглядит все равно нормально, даже на средних. И FPS более чем стабильный. Ну, че еще надо? Портативе-то. Cyberpunk 2077. Ну, с этой игрой у нас ситуация гораздо проще. Full HD разрешение, впечатляющие настройки, понимаем, что сделали полную хуйню, смело откатываемся назад. На самом деле, лишний раз мудрить тут с качеством графики нет никакого смысла, потому что еще в прошлом году Project'ы добавили отдельный пресет графики специально для Steam Deck'а. Однако, так как у нас есть преимущество в виде высокого разрешения, будет не грех его таким оставить. И как мы видим, в этом плане игра держится, ну, вполне себе неплохо. В основном 30-35 FPS с редкими незначительными дропами там до 20-28. Конечно, разрешение можно приспустить, причем не обязательно даже до 720p, хватит, я думаю, 900. И в целом, даже кратковременных проседов так получится избежать. Пора бы, наконец-то, подвести итог. Оправдал ли Rock Eli мои ожидания? Является ли эта вещь убийцей Steam Deck'а? Могу ли я эту вещь кому-то порекомендовать? И так далее, и тому подобное. Никакие ожидания Rock Eli лично у меня не оправдал, лишь потому что ничего такого сверхособенного я от нее и не ждал, скажу даже больше. Там в целом и так было понятно, что это за рыба, и с чем ее едят. Задача любой маркетинговой компании, как вы знаете, всегда попробовать преподнести товар немного лучше, чем он есть на самом деле. Где-то сгладить углы, где-то преувеличить возможности. Под видом портативной игровой консоли, в консолях, понятное дело, в кавычках, Asus продает, ну, самый обычный игровой ноутбук. Однако, хуже ли из-за этого воспринимается продукт? Ну, конечно, тем, кому было важно, чтобы без всяких проводов можно было играть, ну, хотя бы там часиком полтора-два, разумеется, подобная часть потенциальных покупателей, она будет расстроена. Типа, сперва обещали одно, а человек в итоге получает совсем другое. Не портативную консоль, а портативный десктоп, что, с одной стороны, и неплохо, и открывает серьезные преимущества перед стимдеком, который проектировался и разрабатывался только под игры, а ROG LI, это устройство все в одном, я бы даже сказал, смесь бульдога и носорога. И поиграть получится, и даже поработать. Хотя лично меня не покидает ощущение, что основная причина создания сия девайса не попытаться конкурировать с кем-то на стороне, а просто привнести дополнительную прибыль от других товаров своей линейки. Как, например, внешние GPU, которые, ну, очевидно, что это не самые популярные устройства, вещи узконаправленные, подключаются только к своим родным ноутбукам, более того, ноутбуки нужны самые последние, самые современные, но такие ноуты стоят немалых денег, как же тут вывести продажи? О, а давайте мы сделаем консоль ПК, которая будет стоить доступных денег, и привнесем это чудо как идеальное решение, чтобы поиграть можно было где угодно, в метро, на улице, на дереве, в туалете, где под самый реальный сценарий подходит только последний вариант, ибо пока вы будете срать, у вас уже ползаряда пропадет. И в тот момент, когда покупатель понимает, то что устройство он использует чаще всего именно от провода, или в режиме десктопа, он задумается, блин, а зачем мне покупать себе новый комп, если я могу просто доплатить и бустануть то, что у меня и так уже есть сейчас? Согласитесь, подобное уж больно походит на правду. Однако, несмотря на то, что ROG Li это первое устройство Asus из подобной категории, надо отдать должное, то что для своего первого раза они его сделали ну вполне неплохо. Сейчас, как вы понимаете, в этой нише прощупывается почва, все пытаются выделиться по-своему, предлагая что-то уникальное, дизайн, возможности, технологии, того и глядишь, через пару-тройку лет, может быть мы и получим то, что нам было действительно надо. Мне, конечно, нравится Asus ROG, я большой фанат того, что они делают. Они спроектировали интересное устройство, фановое, но очевидно, что оно немножко не для всех. Во-первых, ну будем говорить как есть, устройство сейчас, ну в самую малость дорогое, хотя и причина такого ценообразования, оно вполне логичное. Да хотя ладно, хрен с ней с этой ценой. Проблема подобного устройства, как и в случае со Steam Deck'ом, это их потенциал, который нет, не нулевой, ни в коем случае, но хватит такой игрушки явно ненадолго. Железо может быть и мощное для каких-то обычных базовых целей, для игр, которые вышли вот совсем недавно, но пройдет буквально пару лет, и новинки адекватно тянуть она уже не сможет, только если и лайвы со временем не превратите в десктоп и не купите внешнюю видюху. Потому что никто не делает игры под эти устройства, это устройства делают под те игры, которые есть сейчас. В данный момент, это скорее как больше варик для коллекционеров и ценителей подобных решений. Свою нишу она определенно сможет найти, если уже не нашла. Однако, покупать или нет, все равно дело ваше. Кроме того, может быть кто не знал, но до конца этого года Asus устраивает праздничный эвент Rock Holidays, и приобретая их товары, а это может быть что угодно, комплектующие, ноуты, моники, да тот же Rock L.I. или периферия, зарегистрировав свою покупку, вы сможете получить на свой Steam кошелек до 50 евро, а также баллы в программе лояльности Rock Elite. Купили себе допустим Monique или Note, а тут вам прилетает подобный кэшбэк на Steam, и можете взять какую-нибудь игру, а быть может даже не одну. На сегодня же у меня все, спасибо всем за просмотр, не прощаемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok